Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в экономике здравосмысла. С вами Руслав Романчук. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема, на что способна ЛАДА или перспективы технологического сотрудничества России и Беларуси. Когда слышишь чиновников Беларуси и России, на ученых, которые встречаются, говорят, наше технологическое будущее в кооперации, в синхронизации потенциала научного России и Беларуси, думаешь, да, наши научные корабли будут бороздить просторы союзного государства, и мы порвем всех, ну, по крайней мере, заместим те технологии, те товары, которым мы привыкли уже за последние 30 лет. И вот пример совершенно потрясающий того, к чему может привести то самое технологическое сотрудничество на базе российского научного промышленного комплекса и белорусского. И вот, друзья, пришла информация, что ЛАДА будет выпускать электромобиль, автомобиль-гибрид на базе, внимание, дачи Логан 2006 года. Если вы не знаете, что такое дача Логан, это такой автомобиль, который сделали, по-моему, в Румынии, на базе технологий французов, когда технологии есть и 2006 года выпуска, то технологии, понятное дело, 70-х годов. Представляете, машина высокотехнологическая 2023 года берет за основу технологии 40-летней давности. Вот это просто замечательный сюжет, который говорит о том, сколько правды в понтах, в рисовках, в закидонах, которые мы слышим от ученых Академии наук России и Белоруссии, от правительства, от промышленных красных директоров, которые, что делают? Надувают щеки и предъявляют счета тем людям, которые эти счета подписывают в Министерство финансов, правительство и, понятное дело, всю эту бульку вшивают президентам, главам стран, для того, чтобы они это финансировали. И вот, представляете, совершенно потрясающий сюжет. Вместо современных автомобилей, вместо тех, которые мы видим сегодня от передовиков, от Тойоты, от Вольцвагена, от Тесла, от Мерседеса, от БМВ, от многих-многих других производителей, мы будем вынуждены жить в мире лад, в мире дачи, в мире тех технологий, которые давным-давно освоили вторичные, третичные страны, такие как Иран, как Китай, как многие другие, которые ничего своего не делают, просто делают либо цап-царап, либо по лицензии, которые давным-давно уже выше никому не нужны. И, друзья, вот это на самом деле и есть та психотехнологическая основа, на которую способны только Беларусь, современная тоталитарная и авторитарная имперская Россия делать под технологию и технику давно минувших дней. Делать то оскорбительное технологическое убожество, которое на самом деле не нужно. Они на самом деле этим пользоваться сами не будут. Они это предоставляют для массы, для плебса, для тех, которые думают, что все, что говорится в телевизоре, это есть правда. Которые верят в то, что против них Запад весь, что они верят, что они просто боятся конкурентов со стороны Белорусской и России. Вот тех самых людей, которые копируют дачу Логан 2006 года для того, чтобы что, бросить вызов современным технологиям? Вы вообще знаете, что если взять прорывные технологии 21-22 века, то там копирования электромобилей и автомобилей просто нет. В Европе с 35-40 года уже будут вообще отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Отдельная тема почему. Но там, конечно же, будут совершенно другие технологии, другие решения. А Россия и Беларусь будут ездить на даче Логана образца 2006 года. А еще будут иранские автомобили. А еще будут джили, которые тоже для того, чтобы не выбрасывать все на помойку или на металлолом. Китайцы будут свои отработанные заводы представлять в качестве прорывных в Беларуси и России. И на этом ездите, дорогие россияне, ездите, дорогие белорусы. Вот вам превращение Беларуси и России в китайскую технологическую помойку. Потому что иначе это назвать нельзя. Лада это тот бренд, который ситируется скандовыми автомобилями, которые многие в Советском Союзе владели. И которые были просто убожеством по сравнению с теми иномарками. Даже вторые, значит, секонд-хенд, которые потом в 90-х пришли на территорию постсовка. И вот мы опять-таки возвращаемся. Мы ничему не научились, мы не поняли еще, что вся эта бравада в отношении технологического превосходства является ложью и способом выбивания денег из бюджета распорядителями чужого. Вот, пожалуйста, пример. Кто заработает на вот этих ладах? Те люди, которые имеют право получать такого рода дотации. И потом, конечно же, они будут занимать самые выгодные ниши на рынке. Раздавать эти лады семьям убитых, которых они послали на смерть. Вот. И радоваться тому, какой замечательный спрос. А еще эти лады могут быть для того, чтобы прикрывать какое-то другое производство. Такое тоже было. И это технологическое убожество, говорят, вот оно выведено на ранг, на уровень лучших инновационных программ Совета Союзного Государства. Вот такая, друзья, правда жизни, если что касается технологии науки в России и Беларуси. Имитация, цап-царап и производство того, что угнетает и унижает обыкновенного человека. Друзья, спасибо большое за внимание «Катальоника Здрава Смысла». Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живе Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!